Санаторий Началась конференция в первый день форума «Отдых на Волге» и в самом начале региональной недели туризма. На слете туристов-единомышленников присутствовали работники сферы, руководители и федеральные эксперты. Одна из гостей – Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма России. Елена считает, что в наши санатории пора привлекать молодежь, потому что моды на ЗОЖ постепенно захватывают заграничные курорты. Германия, Франция, Турция наша, Российская здравница, развивают у себя альтернативный туризм. Что есть альтернативный туризм? Это санаторно-курортный, это туризм на термальные минеральные источники, это спортивный туризм. И туда едет молодой потребитель. Федерация профсоюзов совместно с правительством приготовили для ульянцев особую губернаторскую программу. Благодаря ей работники предприятий будут ездить на турбазы в дома отдыха с 80% скидкой. По решению губернатора в 2019 году будет выделено 30 миллионов рублей для оздоровления работников предприятий. Я думаю, что это действительно члены профсоюза, которые получат дисконтную путевку и программа так и называется губернаторская. Развитие оздоровительного туризма подробнее обсудили на пленарном заседании. Там же Анатолий Васильев заключил соглашение о сотрудничестве с Еленой Трубниковой. Теперь профсоюзы и Ассоциация туризма займутся воплощением новых проектов. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.